Первый день обычно вещи такие демонстрационные, общение, коммуникация и так далее. А вот сегодня день такой уже практичный. И поэтому сегодня мы открываем этот второй день нашей секции. Это панельная дискуссия, лучшие практики регионов Приволжского федерального округа по реализации целевой модели поддержка малого и среднего предпринимательства. То есть мы как раз сделали упор на лучшие практики, на обмен опытом. Поэтому сегодня у нас такая максимальная, вы видите, неформальная атмосфера. Можно поднимать руку, выступать, что-то говорить, предлагать. Давайте общаться. И для начала мне бы хотелось вам показать небольшую презентацию по тому, как это сейчас работа, вот эта вот тема поддержка малого и среднего предпринимательства с точки зрения реализации целевых моделей агентства стратегических инициатив. Как дела обстоят в Приволжском федеральном округе. Так, я... Да, с места, да. Там просто нет микрофона, поэтому не видно слайда. Хорошо. Да, вот смотрите, значит, перед вами слайд по текущему статусу внедрения целевой модели. То есть вот эта целевая модель, о которой сегодня мы с вами поговорим, она стоит из десяти различных пунктов. Везде есть, как в хорошем проекте, есть план, есть факт, вот, есть то, к чему можно и нужно стремиться. Значит, целевая модель, которая представлена, не является, я уже много раз об этом говорил, она не является чем-то сверхъестественным, это не какие-то космические показатели, они совершенно реальные. Даже если мы говорим, например, о финансовой поддержке субъектов МСП, это тоже вполне конкретные вещи. Налоговые льготы, сельскохозяйственная кооперация, стимулирование спроса, информационные сервисы и так далее. То есть здесь обозначено 10 приоритетных направлений. Вы спросите, кто все это создавал, как это появилось. И это работа, очень большая работа федеральных экспертов, федерального органа исполнительной власти, курирующего данный вопрос. И здесь учтены тысячи, я не помню еще слова, тысячи мнений, позиций предпринимателей России. Почему? Потому что вот эта модель целевая, она выросла из темы опрос по стандарту развития конкуренции, национальный рейтинг. То есть это всегда работа с пулом предпринимателей в регионах. Поэтому экспертные опросы, позиции предпринимателей, аналитика, естественно, региональная, вот она в итоге дает нам такую модель, что мы с вами понимаем, что действительно направление, по которому необходимо двигаться. Что сейчас с этой целевой моделью происходит? Ее реализуют органы власти, региональные органы власти в каждом регионе. Сегодня здесь в зале присутствует несколько представителей разных регионов Привозского федерального округа, которые приехали, и они поделятся как раз практиками реализации вот этих целевых моделей. Но, как и в любом соревновании, есть лидеры, есть аутсайдеры, есть первый, второй, третий и так далее. Сейчас тоже я вам это покажу, как обстоят дела. Смотрите, перед вами позицию регионов с точки зрения реализации целевых моделей, вот этой целевой модели. Что это такое за проценты, вы видите перед собой? Это проценты выполнения плана, который поставили региональные власти. Так ли это на самом деле, мы еще не знаем, потому что это будут оценивать экспертные группы, состоящие из предпринимателей. Это будут оценивать федеральные органы власти, которые контролируют и координируют данную деятельность. Но на нашем специальном портале, на котором фиксируются все проценты достижений, вот у нас есть такая статистика, которую мы постоянно мониторим, видим, кто на каком месте находится. Посмотрите, пожалуйста. С точки зрения выполнения целевой модели, первое место – Ульяновская область. 86% выполнено уже на момент сентября. Напомню, что модель рассчитана на выполнение до конца года. К сожалению, сегодня не смог приехать представитель, он человеку звонил, там случился форс-мажор, но мы очень хотели бы, чтобы он был. Я просто коллегам, кто вот этой работой занимается, да, вы можете заметить, Ульяновск, они всегда открыты, это корпорация поддержки предпринимательства, вот, и можно разговаривать о реализации модели. Оренбургская область, смотрите, хороший показатель имеет 80%, значит, Нижегородская область находится здесь в середине списка. Значит, у кого дела обстоят не больно, хорошо, сейчас плохо обстоят дела у Кировской области, это 48% реализации, и у Республики Морелл – 46%. То есть это субъекты, в которых недавно прошли, вы знаете, избирательные кампании, там меняется власть, поэтому меняется структура управленческая, поэтому вот сейчас надеемся, что как бы в новой конфигурации мы вот эту ситуацию изменим. И давайте прям быстренько я пробегусь по факторам, которые у нас с вами есть. Смотрите, вот первый фактор – формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Цифры везде высокие, практически все с этим справились, значит, полностью он реализован только в пяти регионах ПФО, но там есть один проблемный показатель, тоже сегодня мы об этом поговорим, это будет хорошо. Это норматив отчисления в местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения. Да, вот Альбина Витальевна скажет подробнее об этом. Второй момент – это организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Значит, здесь 75% общий процент выполнения, значит, там есть тоже проблемный показатель – это доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в делках с акционерным обществом Федеральной корпорации МСП. Тоже хотелось бы сегодня это обсудить. Третий момент – организация инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Значит, здесь, посмотрите, 63% уже сложнее ситуация, если в целом по округу я говорю, да, ну, соответственно, у нас, вы видите на слайде разбивку по каждому субъекту. Вот, например, Нижегородская область – 65% реализации фактора. Что здесь вызывает опасения, ну, или проблемы? Это наличие в субъекте Российской Федерации, созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта, лизинговых организаций и реализация мероприятий по представлению субсидий субъекта малого и среднего предпринимательства на цели лизинга оборудования. То есть, тема лизинг вызывает вопросы. Четвертое – имущественная поддержка МСП – 76%. Значит, тоже у нас есть регионы, которые реализовали, вот, например, Пензенская область на 100% реализованный этот показатель. Вот, какие проблемы? Значит, проблемы в перечне муниципального имущества, предназначенных для представления субъектов МСП. Пятое – вот, обучение субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь показатели еще ниже, вот, например, Мариэл – это вообще 19%, Киров – 20%. И суммарный наш показатель Приволжского федерального округа – это 45% выполнения данных мер. Значит, на 100% это реализовано только в Татарстане на сегодняшний момент. Какие там проблемы? Количество тренингов по программам обучения в Федерации МСП. То есть, очевидно, есть какой-то вопрос, который не позволяет достигнуть 100% показателя. Неплохо было бы сегодня тоже его обсудить. Шестой фактор – стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП. 71% – неплохой показатель по округу. На 100% это реализовано почти на 100% в Нижегородской области – 95%. Башкортостан – тоже у нас хорошие показатели. Ульяновск, Мариэл, Татарстан. И проблема – это прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП. То есть вопрос коммуникации крупного бизнеса и малого предпринимательства сегодня. Налоговые льготы для субъектов МСП. Здесь тоже достаточно высокий показатель – 71%. Тоже, соответственно, хорошие показатели Оренбург, Самара, Саратов, Ульяновск, Пермь, Мордовия. Здесь вопрос в законе субъекта Российской Федерации, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогового обложения в размере менее 6%. В случае, если объекты налогового обложения являются доходы. Восьмое. Услуги по принципу одного окна для оказания поддержки субъектам МСП. 65% у нас в среднем показе реализации. Нижегородская область – 68%, больше, чем средний. Например, Башкортостан – 80%, тоже хороший показатель. Саратовская область – 62%. Здесь проблема – это количество созданных функционирующих окон многофункциональных центров. Развитие сельскохозяйственной кооперации. Вот здесь вы видите 86% на слайде. Почти 100% на реализацию всех субъектов – это лучший процент реализации факторов среди всех в целевой модели. То есть из всего предложенного это дело оказалось наиболее простым для управленческой команды. И десятое – это информационные сервисы, предоставляемые субъектами МСП. Значит, здесь, к сожалению, 11% общей реализации тоже хотелось бы посмотреть. Здесь вообще у нас все плохо. 7% Киров, Нижегородская – 7%, Саратов – 9%, Мордовия – 5%. То есть это какие-то объективные причины. Ни один регион, ни один из всего нашего списка не перешел планку 16%. 16% – это Башкортостан. У вас самая лучшая здесь ситуация. Это бизнес-навигатор. Это бизнес-навигатор. Это то, что в факторе в этом тоже вызывает некие вопросы. Пожалуй, из всех вот десятый фактор, самый такой проблемный. Как раз хотелось бы сегодня тоже об этом поговорить. Итак, коллеги, вот перед вами вся реальная картина. Вы видите, что эта работа ведется достаточно интенсивно. Вы видите, что разные есть показатели. И вы видите, что регионы работают достаточно кучно. То есть где, например, сельскохозяйственная кооперация почти у всех есть. Если это бизнес-навигатор, почти ни у кого нет. То есть очевидно, есть какие-то системные проблемы, системные вопросы, которые нам сегодня надо с вами выявить, посмотреть, об этом подискутировать. И у нас сегодня достаточно много докладчиков, выступающих. И для начала мне хотелось бы предоставить слово заместителю министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, хозяевам сегодняшнего мероприятия. Разина Альбина Витальевна. Спасибо большое. Конечно, не можем не использовать такую площадку для того, чтобы поделиться своим опытом. Но, может быть, вот я свой доклад немножко по-другому построила. Мы просто хотим сказать, что мы сделали на сегодня, чего нам удалось достичь. Потому что, конечно, показатели здесь достаточно правильно вы заметили, Сергей Владимирович. Они с мнением, видимо, многих-многих специалистов учтены. И они действительно отражают вот тот уровень создания благоприятных условий для бизнеса, для осуществления его деятельности. И по ним мы работаем. Но сейчас вот мне хотелось бы остановиться, что нам удалось, что не очень удалось, обсудить некоторые вопросы, где, может быть, ну, насколько это будет эффективно. По некоторым показателям мы тоже смотрим и спорим иногда, и внутри спорим. И частично по некоторым показателям выступят руководители нашей инфраструктуры. Уже более конкретно по своим направлениям они скажут. Поскольку, ну, вообще, хотелось бы со всеми поздороваться сейчас сначала. Всех очень рады видеть здесь, особенно наших гостей. И хотелось бы, чтобы они сегодня тоже для себя, кто приехал к нам на нашу нижегородскую землю, плодотворно здесь потрудились, обсудили эти вопросы и вынесли для себя действительно то нужное, полезное, что помогло бы нам добиться действительно более высоких результатов и организовать эту работу на более высоком уровне. И в дальнейшем поддерживать контакты между регионами и обсуждать. Иногда, может быть, не стоит изобретать велосипед, а брать лучшие практики друг у друга и учиться на этих практиках, исправлять свои недочеты в своей работе. Немножечко сразу сокращаю, перехожу к тому, что у нас сделано на территории Нижегородской области и в рамках реализации модели поддержки, которая ОСИ представлена, и вообще в целом в регионе. Вот так, например, начну с инфраструктуры. Почему? Да, процент, конечно, он есть. Но вот я скажу по сути, что у нас на сегодня есть, что нет. Вот к моменту начала реализации дорожной карты, конечно, в регионе у нас уже действовала и продолжает развиваться инфраструктура поддержки предпринимательства. И вследствие этого к основным наиболее затратным показателям мы подошли уже подготовленные. В части, например, бизнес-инкубаторов, на слайде это видно, они у нас созданы, были достаточно заранее, конечно, и действительно они у нас достаточно успешно функционируют. В регионе сложилась достаточно интересная практика, например, в открытии бизнес-инкубаторов в Городецком районе. Он был открыт без областного и федерального финансирования. Это стало возможным благодаря высвободившимся площадям Ростелекома. Мы выступили с инициативой использовать эти площади под нужды предпринимательского сообщества, ну а именно предоставление арендных площадей на льготных условиях. И данная ситуация, она увенчалась успехом. Данный опыт был направлен нами в Агентство стратегических инициатив, как лучшая муниципальная практика. Хотелось бы сказать, что вот в части, почему процент не столь велик в целом, например, у нас на сегодня пока не создана лизинговая компания. Еще до 2 октября идет конкурс, который корпорация МСП объявила. Но найти, конечно, нас у финансирования 500 миллионов сразу вот так в текущем году оказалось достаточно проблемным не только для нас и для многих других регионов. Конечно, мы очень рады за Татарстан, что они изыскали эти средства и стали участниками. Однако на будущий год, 2018, мы планируем, закладываем в бюджет 500 миллионов рублей для создания этой лизинговой компании. Я думаю, что здесь у нас прорыв будет однозначно. Хотелось бы далее что сказать, что за время реализации целевой модели мы качественно продвинулись в показателях, касающихся имущественной поддержки. Вот сейчас на слайде вы видите нашу область. У нас на территории расположено 38 муниципальных районов, 14 городских округов, 328 городских и сельских поселений. На сегодняшний день перечни муниципального имущества утверждены у нас во всех районах и округах и также в 12 городских и сельских поселениях. И включают в себя 837 объектов муниципального имущества, что на сегодня на 8,2% больше, чем в 2016 году. Я хочу сказать, что вот на этот срез сентябрьский мы 10% пока не достигли. Но о чем бы я хотела сказать? На сегодня в абсолютном наполнении наших перечней мы в лидирующих регионах по стране по наполнению. И, конечно, делать динамику от маленькой цифры, кто не достиг такого серьезного наполнения региона, им, конечно, легче. А когда у нас 837 объектов, мы их, конечно, до 1 ноября обеспечим, может быть, и раньше у нас это получится, и в течение года. Вот как я говорю, что у нас все-таки Мининвест, когда дорожную карту выстраивал, он у нас ответственный в целом за реализацию целевой модели, они не акцентировали внимание на более ранние сроки исполнения, и мы равномерно, так скажем, до конца года это все спланировали. Но я думаю, что 10% вот этой динамики мы, конечно, выполним, и эта работа будет осуществлена нормально. Хотелось бы несколько слов сказать вообще по осуществлению, по формированию вот этих перечней. Это очень непростая работа. Хотелось бы сказать, что она у нас велась поэтапно. В 2016 году у нас сначала было организовано информационно-методическое взаимодействие с муниципалитетами для того, чтобы разработать и утвердить правовые акты по имущественной поддержке субъектов. Именно во всех органах местного самоуправления были приняты и утверждены порядки формирования, введения, публикования перечня муниципального имущества, а также сами перечни. Здесь мы активно используем такой механизм, как совещание губернатора с главами МСУ, и буквально, наверное, через каждое совещание вопрос по имущественной поддержке, он у нас там рассматривается. В прошедшем году проведена работа у нас по размещению на официальных сайтах муниципальных образований информация о свободных объектах муниципального имущества из перечней с указанием их характеристик. В текущем году в целях улучшения поиска объектов субъектами все перечни были у нас объединены и представлены на портале малого и среднего бизнеса. И также на сегодняшний день в целях оперативной оценки субъектами МСП-объектов, включенных в перечни, ведется работа по размещению фотографий данных объектов на портале. Мы прекрасно понимаем, что и корпорация пока не ставит такой задачи. Сейчас идет действительно этап наполнения этих перечней, но я думаю, что однозначно они перейдут к качеству, потому что ведь цель-то у нас не ради самого перечня мы это все создаем, а для того, чтобы наши предприниматели имели доступность к помещениям, чтобы могли эффективно размещать там свой бизнес. Конечно, фотографии вот на слайде, которые объекты из перечни, вот я сейчас не вижу, да, вот они сейчас. Здесь мы выбрали, понятно, что они худшие, но я думаю, что не все имущество далеко выглядит так презентабельно. И сейчас мы эту большую работу ведем, она очень, конечно, серьезная. Далее хотелось бы сказать, что какие еще у нас мероприятия проводятся. На сегодня мы анализируем реестр муниципального имущества именно в целях выявления имущества, пригодного для включения, чтобы это была реальная поддержка. Кроме этого, мы начали проводить выездные мероприятия в муниципальное образование по осмотру этих объектов для включения в перечни муниципального имущества. Проведена работа по совершенствованию муниципальных правовых актов по имущественной поддержке, приведения их в соответствии с методическими рекомендациями корпорации. А именно у нас перечни все утверждены по единой форме, утвержденные приказами на эконом развития России 264-20 апреля 2016 года. Конкретизировался порядок включения и исключения имущества в перечень, потому что жизнь, движение – это все идет. Уточнены требования к этому имуществу и так далее. Кроме того, хотелось бы сказать, что в целях именно обеспечения единого подхода муниципалитетов к формированию перечни у нас создана рабочая группа. Мы не так давно ее облекли, формализовали приказом и так далее, но она у нас работала уже достаточно давно. Сразу хочу сказать, что здесь мы использовали опыт Ленинградской области. Была проведена видеоконференция корпорации МСП, и Ленинградская область выступила с очень хорошим опытом. Мы увидели, что часть работы мы делаем, но она у нас неформализована, мы это обеспечили. И некоторые вещи мы добавили. И пошли дальше, вот в том, чтобы, например, у нас все перечни были с фотографиями. Понятно, что у нас здесь все уровни власти вошли, исполнительных органов, муниципалитет, и это все понятно. Эти перечни в рамках, мы вот анализируем, работаем с ним реально уже, это имущество, практику обобщаем, проблемные вопросы поднимаем, для того, чтобы эффективно их решать на всех уровнях. Ведь понятно, что у нас на сегодня перечни, они как бы трехуровневые. Это федеральное имущество, имущество региона и муниципальное имущество. Но хотелось бы сказать, что, может быть, это опыт и не столь, но как мы работали, нам было сложно работать, так скажем, по федеральному имуществу. К сожалению, у нас была субъективная такая причина. У нас долгое время не было руководителя территориального управления Росимущества. Поэтому я думаю, что на сегодня этот вопрос решен. Мы начали более плотно с ними работать. В этом году мы наладили все-таки с ними взаимоотношения. При поддержке корпорации, надо сказать, действовали через федеральные органы, потому что так сложилась объективно ситуация. На сегодня у нас реестр казны федерального имущества включает 613 объектов, которые имеют соответствующие критерии и могут быть включены в перечень. В соответствии с дорожной картой взаимодействия проведен предварительный анализ у нас этой казны. На сегодня мы пока выявили и проработали с муниципалитетами, проанализировали. Все это имущество, это не так просто, достаточно серьезный такой перечень. 77 объектов мы определили, которые мы считаем, что они пригодны и должны быть в этом перечне. И по итогам выездных мероприятий, список отсмотренных объектов у нас был отсортирован, отправлен в корпорацию. Пока мы включаем в него, на сегодня включено 8 только объектов, но мы вот смотрим, что в целом в Приволженском округе на сегодня работа только начинается, потому что мы занимаем второе место в ПФО. Вот поэтому имущество, и впереди только Татарстан. Вот такая работа нами проводится. Я думаю, что с федеральным имуществом это тот резерв, который на сегодня пополнит наши перечни, и мы динамику эту однозначно выполним. Хотелось бы, понятно, что когда вопрос зависит не только от нас, а от взаимодействия, конечно, хотелось бы надеяться и на понимание всех госорганов в этом вопросе. В части инвестиционной поддержки, что на сегодня и почему у нас по инфраструктуре процент оказался не самым высоким, так скажем, например, у нас нет такой формы, как создание государственного индустриального парка. На сегодня мы реализуем этот проект по созданию. Определена у нас площадка площадью 390 гектар в городском округе города Дзержинск. На сегодня мы прорабатываем вопрос получения денег проведением карстового исследования, там проведены. Будет проведена геологоразведка и план территории этой площадки. Поэтому я думаю, что первые шаги сделаны, и мы, конечно, останавливаться здесь не будем. Хотелось бы сказать, что помимо создания государственного индустриального парка проводится работа по включению существующих частных промпарков. У нас на сегодня 13 индустриальных площадок, которые в реестр индустриальных парков Минпромторга не вошли, но работа там ведется. И несмотря на то, что финансовые средства федеральные пока мы не привлекли, областные не выделяли, но мы работаем с ними плотно, мы ищем резидентов, мы собираем эти предложения. То есть организационная такая консультационная поддержка с ними проводится. У нас на сегодня ЗМЗ активно включается в эту работу. Они занимаются регистрацией, надеются войти в этот реестр. И впервые, вот мы были только что в МЭРТе, МЭРТ признал частные промышленные парки нашей инфраструктурой и включает в перечень поддержки тоже государственной. Это инфраструктура. Для нас было приятное такое, ну как бы, в общем-то, событие. И мы надеемся, что, значит, вот как раз у нас два крупных промпарка. Это индустриальный парк АК Полимер в Дзержинске, тоже он есть такой, передовики наши. Индустриальный парк на базе ПАУЗ МЗ. Вот мы как бы рады, что они у нас попадают в эту программу. Если возможность будет поддержать их, конечно, мы будем стараться. На сегодня 49 предприятий, там резидентов в этих промпарках. И работа, она проводится. Если мы подразовьем их инфраструктуру, я думаю, что она выйдет на другой уровень совершенно. Кроме этого, агентством по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области у нас продолжается работа по развитию центров поддержки предпринимательства. На данный момент центры у нас открыты в 47 муниципалитетах из 52. Здесь с прошлого года ведется у нас такой неформальный подход для того, чтобы центры были созданы не номинально, а действительно работали. И хочется нам их вообще переименовать из центров поддержки предпринимательства в Центр развития предпринимательства, чтобы это была такая точка кипения, когда-либо есть сейчас такие термины, сказать, чтобы действительно вокруг их жизни предпринимательского сообщества они на себя оттягивали, и все меры, какие только существуют, максимально могли им предложить. По этому агентствам разработан и утвержден стандарт деятельности центров поддержки предпринимательства, проведена добровольная сертификация и конкурс на организацию консультационных обучающих мероприятий с финансированием уже со стороны федерального и областного бюджета. На слайде вы это сможете увидеть по стандарту. Основной задачей стандарта, конечно, является гарантия полноты и качества предоставляемых услуг и обеспечения, как я уже сказала, комплексного подхода к удовлетворению потребностей предпринимателей и формализации отношений с областным куратором, с агентством, в том числе, чтобы они у нас на комплексной системной основе были выстроены, и в части, в том числе, дополнительного целевого финансирования. Хотелось бы сказать, что в этом году, ну вот я по центрам все-таки чуть-чуть добавлю, я вот сама была в этом году на защите проектов. Если вы на слайде посмотрите, мы говорим, что какие должны быть требования. Например, в сертификации экзамен руководителю, чтобы он был действительно квалифицированным, соответствующий стандарту и план стратегического развития. Вот это, наверное, самый основной такой пункт, где действительно каждый центр в виде земли состояния предпринимательского сообщества предлагает направление стратегического развития его в дальнейшем. А что необходимо, какие виды поддержки лучше реализуются, что эффективнее для того, чтобы это действительно выстреливало на эффект. Не так, как раньше мы предлагали, раздавали гранты по 300 тысяч, и потом заводились уголовные дела, до которых у нас на сегодня начальник отдела финансовой поддержки постоянно в судах находится. Наверное, это была мера не самой эффективной. Хотя вот муниципалитеты могли бы выделять эти деньги своим предпринимателям, кого они знают, где действительно это будет исключено. Я вот считаю, что на областном уровне раздавать, наверное, это неправильно, а на муниципальном можно было бы поддерживать, продолжать. Ну и, конечно, все-таки вот то, что мы слышим от всех центров поддержки, что самое эффективное является субсидия на компенсацию приобретенного оборудования. Здесь вот тоже я сама была участником этой комиссии, и когда мы увидели предприятия, которые к нам пришли, это видно, что те предприятия, представители яркие малого и среднего бизнеса, которые развиваются, расширяют свое производство, потому что акцент, конечно, у нас был на производственников. И эта поддержка является эффективной. Мы им помогли, мы им компенсировали. Они уже инвестиции осуществили в основной капитал, они уже приобрели это оборудование, но мы им сейчас компенсируем, и с каждого мы спрашивали, куда вы направите эти деньги. Если это сельхозпроизводство, он говорит, я покупаю еще один комбайн. Значит, если это производство пластмассовых изделий, он говорит, мы расширяем линию, у меня производительность увеличится, я выхожу на другой уровень, потому что ведь критерии предоставления этой субсидии, я почему на ней остановилась, потому что, к сожалению, МЭРД в 2017 году исключил из-за мер поддержки эту ситуацию, но мы предлагали, я знаю, что общественные организации, партии многие писали, многие регионы выступали с инициативой, все-таки вернуть и оставить частично эту субсидию. На сегодня мы ее закладываем в проект программы промышленности, развития в Нижегородской области и пытаемся за счет средств областного бюджета ее все-таки реанимировать и реализовать на нашей территории. А на сколько процентов она компенсирует? Там до 50 процентов идет компенсация, да. Это все-таки существенно. Здесь и инвестиции, конечно, самого, там есть и мероприятия, где компенсации до 15, для достаточно сильных таких промышленных предприятий, но там тоже будет эффект, почему? Для крупных, там до 15 процентов от стоимости оборудования и до 10 миллионов рублей. Но, по сути дела, он приобретает это оборудование, у него чуть-чуть не добирает он средств, и 15 процентов как будто скидка со стороны государства, и это он уже вытягивает. А в любом случае, если он привлекал кредитные средства, это будет компенсация процентной ставки. Хотя на компенсацию процентной ставки на сегодня мы дополнительно, у нас было заложено 100 миллионов, мы закладываем сейчас больше, потому что на 100 миллионов компенсации процентной ставки мы привлекаем 2 миллиарда кредитных средств. И здесь все-таки я считаю, что целесообразно использовать существующую банковскую систему с огромным портфелем кредитных ресурсов, как вот вчера мы на панельной дискуссии как раз были по финансовой поддержке. Интересно очень тоже она прошла, и получается, что мы можем их привлекать. Вот в этом плане немножко хотелось остановиться. Далее, следующая практика какая у нас есть. У нас в этом году запущен рейтинг глав муниципалитетов, позволяющая оценить результаты работы органов местного самоуправления по развитию предпринимательства именно. Данный рейтинг у нас является аналогом национального рейтинга, который ежегодно проводит агентство стратегических инициатив. Он состоит из 53 показателей. Из них 17 показателей формируются путем опроса предпринимателей. Мы пошли по этому же пути. Данные, полученные в ходе проведения, нам показали уже проблемные точки в развитии области, особенно опросы, конечно. Когда со статистикой вроде бы в муниципалитете все нормально, но когда начинается опрос предпринимателей, мы видим те болевые точки, что на самом деле где-то, да, может где-то формально работа выполнена, но результата должного для самого предпринимателя она не дала. Потому что источники у нас были совершенно разные. То есть это и было все в интернете представлено. Мы направляли в муниципалитеты, мы не прятались, что кто-то может сделать хороший опрос. Мы буквально использовали все источники, потому что мы делаем это впервые. Но при анализе опросов анкет у нас получилась достаточно объективная картина. Практики под стандартизацией центров поддержки и по формированию рейтинга муниципальных образований мы направили в ОСИ как лучшие региональные практики. На сегодня, если эксперты их выберут, то в следующем году мы их увидим в магазине верных решений, но это будет только через год. Поэтому если у кого из присутствующих у нас на сегодня есть желание в своем регионе реализовать подобные проекты, мы всегда открыты и, конечно, готовы делиться опытом. И еще по рейтингу хочу добавить, что мы провели такой анализ для себя. Глубоко, вот сейчас цифры не озвучиваю, потому что мы еще его будем представлять на правительстве и на совещании с главами МСУ. Обязательно хотим, чтобы посыл ушел от губернатора. Но мы что увидели, это просто я для коллег хочу сказать, что некоторые районы, которые имеют дотации от бюджета, живут достаточно спокойно и не развивают предпринимательство на местах, потому что это удобный способ существования. Получается, дотацию областное правительство обеспечит, и все нормально. Мы на эти деньги закроем все социальные вопросы, всю свою расходную часть, и заниматься уже как бы предпринимательством здесь. Я думаю, что это в первую очередь будет работа вот с этими главами. Далее, что хотелось бы отметить. На сегодня одним из важных показателей целевой модели является рост объема закупок у субъектов МСП, осуществляемых крупнейшими заказчиками. Для успешного исполнения данного показателя правительством организован мониторинг, но и не только для выполнения этого показателя, хочу сказать, а для того, чтобы мы могли работой обеспечить нашу... Это вот их, можно сказать, почти основная поддержка. Обеспечить заказы нашим предпринимателям из этой группы. Мониторинг у нас осуществляется в отношении... Ну, критерии, в принципе, все знают, да, что более чем на 50%, когда идет учреждение, и годовой оборот более 500 миллионов. Он снизил, корпорация МСП снизила его, был миллиард. У нас на сегодня четыре таких предприятия. Это Нижегородский водоканал, Теплоэнерго, Нижегородская областная коммунальная компания, Акционерное общество, Волговятская пригородная пассажирская компания. Вот такие крупные предприятия. Понятно, что у них закупать должны не менее 18% закупок, субъекты только МСП. На сегодня у нас полномочия по контролю за соблюдением этой ситуации возложены на агентство по развитию кластерной политики и предпринимательство. Я думаю, что не буду у них отнимать хлеб, они более подробно сами расскажут об этой работе. Вот теперь к таким более проблемным вопросам, то, что, Сергей Владимирович, вы обозначали, например, в части налоговых льгот. Я не могу сказать, что этот вопрос, если у меня как бы есть уверенность по другим показателям, что мы выполним, он у нас в руках находится. Но есть вопрос, который на сегодня пока нам не удалось решить. Вопрос первый, это по нормативу отчисления местной бюджеты от налога предусмотрено упрощенной системой налогобложения, не ниже 50% в 2018 году. На сегодня у нас идет спор с Минфином. Все-таки у них позиция такая, что есть все-таки такие удаленные муниципалитеты, которые не смогут просуществовать на этот норматив 50% от упрощенки, если мы оставим муниципалитетов. То есть база налоговая достаточно низкая, и они просто останутся без финансирования, так скажем. Понятно, что область на сегодня перераспределяет эти средства от регионов, где доля их высока, и перераспределяет на неимущие, так скажем, территории. Они пока от этого уйти не могут. Они беспокоятся. Понятно, вы понимаете, что социальная составляющая и так далее, расходы надо покрыть. На сегодня пока мы Минфин не убедили. Но я думаю, что реализация рейтинга, который у нас будет представлен, и вот этот глубокий достаточно анализ, он позволит, когда он будет у нас презентован, наверное, поменять эту точку зрения. Хотя идея здесь сама, она очень хорошая, я считаю, потому что муниципалитет создает налоговую базу на территории, и он сам зарабатывает деньги. Это стимулирующая роль вот этой доли, которая у них остается. Заниматься и развивать бизнес на территории, когда все уходит у тебя куда-то в централизованный бюджет, у тебя ничего не остается, конечно, здесь стимула нет. Вот этот показатель, он этот стимул дает. Но вот есть, конечно, определенные особенности, которые не позволяют. На сегодня у нас проблемный вопрос. Это наличие закона, снижающего ставки по упрощенной системе налогообложения, с 6% до скольки-то. На сегодня у нас проекты эти есть. В Минфин они представлены, они представлены на сегодня и губернатору. Я думаю, что он будет принимать решение, потому что пока нас Минфин не поддерживал, конечно, мы просчитали выпадающие доходы. Если мы с 6% снизим до 1% и до 3%, может быть, вот коллеги из регионов что-то расскажут, как они решили у себя эту ситуацию. И снижение, у нас есть проект на снижение ставки 15%, когда объект налогообложения дохода минус расходы с 15% до 7,5% снижения идет. То есть вот эти вот законы. Проекты у нас эти есть. Да, выпадающие доходы мы посчитали. На сегодня Минфин ищет источники, потому что покрывать их чем-то нужно, если мы, так скажем, вот их уберем из бюджета. Ну, я говорю, что хотелось бы нам самим услышать, как коллеги здесь будут работать. Вот, наверное, в целом все такие точки, где у нас удалось чего-то достичь и где есть проблемы. Но по бизнес-навигатору хочу сказать, что мы плотно на сегодня работаем, его продвигаем. Это прекрасный продукт с точки зрения идеи. Может быть, чуть-чуть, понимаете, в плане обновления. Там есть определенные проблемы, ведь предпринимателю ему надо принять решение вот здесь и сейчас, если он выбирает какую-то точку. Ну, вот я сама лично заходила в бизнес-навигатор. Идея изумительная. Я смотрю, например, я хотела открыть кафе в такой-то точке, Нижнего Новгорода. У нас сегодня три города задействованы. Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, с численностью свыше 100 тысяч. Они наполняются имущественной поддержкой. Они созданы на основе дубльгиса. Там все имущество, ставки аренды, пропускная способность этого места, конкурентная среда. Там можно рассчитать бизнес-план. Бесплатно это все совершенно. И вот рядом, если у тебя есть интернет, ты зашел, используешь этот продукт. Но на сегодня я знаю, что корпорации решают вопрос с актуализацией, чтобы они были очень-очень актуальными. Потому что если какое-то изменение произошло, и посчитаю я все неактуально, это уже как бы теряется весь смысл. То есть определенные проблемки есть. Мы всеми возможными способами на сегодня бизнес-навигатор продвигаем. Мы и лицензиатов, и вся инфраструктура работает. Я думаю, что за ним будущее, на самом деле, за этим продуктом. Но поскольку есть определенные сложности, вот именно его отшлифовывать надо в реализации, тогда эти проценты поднимутся у всех. Но это мое вот субъективное мнение. И хотелось бы тоже коллег по этому вопросу услышать. Все, спасибо за внимание. Может быть, я долго, но спасибо. Хотелось вот сказать, поделиться. Спасибо, Альбина Витальевна, за очень обстоятельный доклад. У нас еще, ну у нас много регионов сегодня выступает. У нас такая группа поддержки, скажем так, от Нижегородского областа, еще два докладчика. Я бы очень вас попросил, коллеги, буквально, ну просто в развитии не читать доклад, да, вот несколько слов, прям какие-то ключевые вещи, да, вот именно практика, какие-то очень интересные моменты для присутствующих. Пожалуйста, Татьяна Ивановна Смирнова, начальник управления экономики городецкого муниципального района, об имущественной поддержке. Добрый день, уважаемые коллеги. И поделиться опытом работы нашего района. Итак, на территории городецкого района расположены два города районного значения. Это городец и Заволжье, один рабочий поселок и девять сельских поселений. С 2016 года началась работа по отбору движимого и недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, возможного для предоставления его во владении или использования субъектом малого и среднего предпринимательства в целях включения данных объектов в перечень муниципального имущества. В октябре 2016 года этот перечень был утвержден и включил в себя семь объектов. В текущем году была утверждена дорожная карта по взаимодействию Министерства промышленности, торговли и предпринимательства совместно с городецким районом по вопросу имущественной поддержки малого бизнеса. Совместно с Министерством, согласно этой дорожной карты, был проведен анализ реестров муниципального имущества и было организовано выездное совещание, мероприятие на потенциальные объекты для включения в перечень муниципального имущества. В результате проделанной работы в перечень дополнительно включено было пять объектов и на сегодняшний день перечень муниципального имущества нашего района состоит из 12 объектов общей площадью 817,5 квадратных метров. Данный перечень у нас рассматривается и согласовывается на Координационном совете по развитию предпринимательства городецкого района. По состоянию на 1 сентября текущего года администрацией района заключены договоры аренды объектов муниципального имущества нежилого фонда с 25 субъектами малого бизнеса и в арендное пользование субъектам передано 30 объектов муниципального имущества общей площадью 2188 квадратных метров. В целях поддержки субъектов малого бизнеса им предоставляются муниципальные преференции. То есть 13 субъектов муниципального имущества у нас предоставлено в аренду без торгов, 11 субъектам и одной некоммерческой организации, образующей инфраструктуру поддержки на территории города-городца. При расчете арендной платы применен корректирующий льготный коэффициент от 0,25 до 0,5 в зависимости от вида деятельности предпринимателя. Объекты муниципального имущества используются субъектами малого бизнеса в различных сферах деятельности. В сфере бытовых услуг у нас предоставлено 7 объектов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства 8 объектов, в сфере офисных и консультационных услуг 8 объектов, в сфере медицинских и стоматологических услуг 2 объекта, в сфере туризма 4 объекта, в сфере торговли 1 объект. Реестр свободных площадей администрации района ведется постоянно. Информация о планируемом предоставлении свободных площадей в аренду публикуется в газете «Городецкий вестник» и размещается на сайте администрации городецкого района. В дальнейшем мы продолжим работу по включению объектов муниципального имущества в перечень в тесном взаимодействии с Министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Считаем, что имущественная поддержка бизнеса сегодня является эффективным инструментом для развития малого предпринимательства на территории Городецкого района. Спасибо за внимание. Спасибо, Татьяна Ивановна, за лаконичный доклад. Для гостей нашего региона хочу сказать, что Городецкий район – это такой туристически привлекательный район. Там достаточно такая движуха большая. Поэтому эта история с предпринимательством там очень актуальна. Люди там, есть спрос большой. Молодцы, спасибо. Хочу еще сказать, что Нижегородская область. Почему? Потому что ниже Городца. Да, Нижний Новгород. Исторически так сложилось. Да, я хочу прокомментировать. Он говорит, Нижний Новгород – это вот Новгород Великий, где у нас сейчас руководитель агентства стратегических инициатив, губернатор, кто раньше руководил этим агентством, Никитин. Но говорят, Нижний Новгород. Тут Новгород и Нижний. Неправильно. Раньше говорили, если это было бы так, было бы Низовой, Низовский или Низовой Новгород. А Нижний Новгород – это значит ниже Городца на Волге. Потому что Городец основан в 1152-м, а Нижний Новгород – 1221-м. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Александр Алексеев Иванович Назаров, директор АНУ Агентства по развитию системы гарантий и микрокредитной компании для субъектов МСП, расскажет нам про финансовую поддержку. Добрый день, уважаемые участники дискуссионной сессии. Тот, кто живет, работает, осуществляет предпринимательскую деятельность в Нижнем Новгороде и Нижнегородской области, те уже знают агентства. Уже более 9 лет мы реализуем программу финансовой поддержки и обеспечения финансовой доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. Мы реализуем две основных программы. Это программа «Предоставление поручительств по кредитам банков» и «Микрофинансы». Представляем бизнесу до 3 миллионов рублей под 11% на сегодняшний день по ставке. Что касается успешности и выполнения показателей по целевой модели, здесь хотелось бы отметить следующее, что основной показатель деятельности, по которому оценивает Минэкономразвитие и агентство стратегических инициатив, нашу деятельность по представлению гарантийной поддержки, это на сегодняшний день портфель действующих поручительств по отношению к капитализации гарантийного фонда. На сегодняшний день этот показатель составляет 1,95. Это лучший показатель не только в ПФО, но и по России в целом. Нижегородский гарантийный фонд входит в десятку лучших гарантийных фондов по этому показателю. Здесь хотелось бы отметить, что за весь период деятельности с помощью программ агентства было привлечено около 8 миллиардов рублей кредитных ресурсов и оказана поддержка более 1800 субъектам малого и среднего предпринимательства. Также стоит отметить и достаточно высокие показатели по микрофинансовой деятельности. Здесь за весь период деятельности, несмотря на небольшую капитализацию, на небольшую капитализацию всего 103 миллиона было выделено на программу микрофинансирования, на сегодняшний день более 580 миллионов было выдано микрозаймом предпринимателям. При этом стоит отметить, что показатель просроченной задолженности по действующему портфелю составляет менее 1%. Это также один из лучших показателей в Российской Федерации по реализации данной программы. Что касается исполнения всех основных показателей по целевой модели, то здесь агентство практически все показатели выполняет и перевыполняет. Единственный у нас показатель, как отметил Сергей Владимирович, это показатель привлечения совместно с корпорацией МСП, с гарантией. Он на сегодняшний день составляет, по-моему, 6,25 и уже буквально к середине этого месяца, на следующей неделе, показатель будет выполнен, я думаю, что порядка на 20-23%. То есть сейчас уже готовится ряд сделок совместных с корпорацией, которые позволят выполнить и перевыполнить данный показатель. Что позволяет обеспечить такие высокие результаты агентства? В части привлечения финансовых ресурсов для субъектов малого предпринимательства. В первую очередь это грамотный подход и выстроение всех процессов внутренних в агентстве. И это и оценка рисков, и финансовых, и юридических рисков. Это и информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о программах агентства, в том числе и рекламы наружные, и информирование по радио, телевизионным каналам. Выпуск передач, рассказывающих о мерах поддержки, реализуемых агентством. Это и форумы, это и сайты, это и печатные продукции. И также агентством уже 4 года реализуется программа выездных мероприятий, которая позволяет удаленным районам получить информацию о деятельности агентства, о тех мерах поддержки, которые для предпринимателей существуют в области. Это в том числе и программа поддержки Министерства нашего профильного, Министерства промышленности и предпринимательства. Это и информация по защите предпринимателей, аппарат уполномоченного также совместно с нами реализует эти выездные мероприятия. Это и бизнес-тренеры, которые дают информацию предпринимателям о том, как вести свою деятельность и грамотно строить бизнес, развивать его. И все это в целом дает положительный эффект для возможности привлечения в отдаленных районах, в том числе и в Нижнем Новгороде в частности, финансовых ресурсов для ведения собственного бизнеса. Вкратце вот, наверное, я все сказал. Спасибо. Коллеги, вы видите успешный опыт. Тоже мы для вас лучшие практики подобрали, поэтому те, кто приехал к нам сегодня из других регионов, можете подойти потом, обменяться контактами и, соответственно, наладить взаимодействие. Далее. Данилов Николай Геннадьевич, заместитель директора, руководитель Центра поддержки предпринимательства Нижегородской области, расскажет нам про стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП. Пожалуйста, Николай Геннадьевич, да, микрофон. Агентство по развитию кластерной политики предпринимательства Нижегородской области создано буквально недавно, это в 2015 году. Единственный учредитель у нас правительства Нижегородской области, и мы осуществляем свою деятельность по двум направлениям. Это Центр кластерного развития и Центр поддержки предпринимательства. Ну, Альбина Итальна уже подробно рассказала по тому мониторингу, который мы осуществляем в отношении четырех компаний, где львиная доля принадлежит правительству Нижегородской области. Я их называть не буду, скажу только о том, что тот процент, который по закону обязан выполняться ими, закупок у малого и среднего предпринимательства, он выполняется, даже перевыполняется. Более 80% эти компании, гигантские, так скажем, компании, осуществляют свои закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Что характерно, то, что, казалось бы, такие, значит, акулы, что ли, крупного бизнеса, они реально идут на контакт. То есть мы всегда, так скажем, на короткой ноге с директорами закупок этих корпораций. Мы проводим постоянно с ними какие-то переговоры, круглые столы, в том числе и приглашаем предпринимателей. Вот, значит, на этом слайде видно те четыре компании, которые региональные, региональные компании, и, значит, те компании, которые курирует именно корпорация МСП. Мы тоже с ними все время в контакте. Это, хотелось бы отметить, в первую очередь это РЖД и Ростелеком. Так, значит, 26 июля наша делегация была в Минэкономразвитии России, где был презентован первый проект по линии Минэкономразвития, где был презентован такой формат мероприятия, как, значит, приглашались директора департаментов закупок крупнейших корпораций. Это был Роскосмос, Ростех, тот же самый РЖД. И представители предпринимательства из регионов. И в режиме пич-сессии, то есть при презентации где-то там 2-3-4 минуты, наши предприятия презентовали о своих услугах, о своей продукции. Что отрадно, значит, некоторые предприятия уже вышли на контрактное производство, так скажем, своих продукций, своих услуг с этими корпорациями. Мы посмотрели этот опыт и, значит, 19 октября мы хотим сделать практически такое же мероприятие на территории Нижегородской области. 19 октября мы его назвали «День поставщика». Сейчас разрабатывается специальный сайт, где будет такая электронная площадка, где любой желающий субъект малого и среднего предпринимательства сможет рассказать о своей продукции, презентовать ее, сформировать свое описание этой продукции. И с другой стороны там будет крупный бизнес. Мы здесь пошли немножечко дальше. То есть, значит, не только будут крупные корпорации, но и организации с иностранным участием. Мы уже вышли с ними на контакт. Нижегородская область здесь представлена порядка 40 предприятиями с иностранным участием. Мы, значит, с ними уже договорились, что они в нашем мероприятии примут непосредственное участие. И в том числе будут продвигать вот эту электронную площадку, вот этот сайт. Значит, формат мероприятия будет такого рода как B2B-встреча. То есть не вот мы уйдем от вот этого там начала там официального момента, а именно направим это мероприятие в нужное русло, чтобы мелкий, малый, средний бизнес непосредственно проговорил определенные моменты с закупщиками крупных компаний. То есть чтобы непосредственно были какие-то развеянные моменты, что мы же не можем достучаться до РЖД. На самом деле можем. И представители РЖД, то есть там не последние люди, это был и замдиректор РЖД, и руководитель департамента закупок. А на самом-то деле можно выходить с ними, со своей продукцией-то. И есть уже такие прецеденты. Так, Вадим, в следующий раз сказал. Кроме этого, значит, нашим агентством мы были как организаторы. В этом году мы вывозили участников и наших кластеров, и предприятий Нижегородской области на две таких огромных выставки, которые, я считаю, являются самыми основными в Российской Федерации. Это Иннопром и Армия. Это мы делаем уже второй год. И вот по предварительным данным, по предварительным подсчетам, только в 2017 году объем контрактов предварительных более 1 миллиарда рублей. Дальше хотелось бы чуть-чуть рассказать о кластерном взаимодействии. На сегодняшний день наше агентство курит 4 кластера. Это промышленный кластер, кластер автомобилестроения и нефтехимии, IT-кластер и кластер легкой промышленности. Значит, промышленный кластер мы подали заявку в реестр Минпромторга. На сегодня там 21 регион. Я думаю, в самое ближайшее время мы войдем туда тоже. Вчера была очень огромная панельная дискуссия. Приезжали товарищи из ассоциации кластеров и технопарков, которые нас поддерживают, были руководители промышленных предприятий, ведущих нашего региона. Значит, а по IT-кластеру буквально в настоящее время начинается презентация IT-кластера в другом помещении. Что самый главный момент – это то, что IT-кластер очень активно сейчас взаимодействует с атомстройэкспортом. Они, значит, разрабатывают и цифровую модель, и оцифровывают каталог продукции, значит, и разрабатывают цифровую платформу умного города. Вот, значит, в принципе, все, что я хотел сказать. По промышленному кластеру мы сформировали совместные проекты, которые будут субсидироваться из бюджета государства до 50% вложенных средств в производство. Ну, у меня, в принципе, все. Единственное, Сергей Владимирович, хотел еще остановиться немножко на корпорации МСП, на обучение. Вот мы не дотягиваем там по обучающим семинарам. На самом деле, мы с Альбином Итальем уже проговаривали этот вопрос, у нас утвержден график корпорации МСП. И корпорация МСП убедительно просила, чтобы его не изменяли. И львиная доля этих мероприятий у нас идет на ноябрь. То, что мы провели в течение всего года, мы там идем в графики, мы все кипяи выполняем, значит, количество слушателей у нас переваливает за тот предел, который обозначен был изначально. Поэтому я думаю, мы здесь как бы все 100% выполним. Спасибо. Так, коллеги, давайте мы тогда послушаем опыт других регионов. Если будут вопросы, предлагаю позже задать в оставшееся время. Потому что мы достаточно динамично идем, видите, у нас эфир, поэтому мы вот достаточно динамично должны быть сегодня. Вадим Ирикович Утяшев, первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо, Альбина Витальевна, что пригласили нас на ваше масштабное мероприятие, международный форум. С удовольствием к вам приехали. То, что форум проходит уже шестой раз, он, понятно, традиционный, видна его высокая организационная подготовка, и все при этом проходит без суеты. Хорошая деловая атмосфера здесь, уже второй день наблюдаю. Ну, пользуясь случаем, я сразу хочу вас всех пригласить в город Уфу. Уже в этом месяце, 28-29 сентября, мы проводим третий форум малого бизнеса, регионов, стран, участниц, ШОС и БРИКС. Сергей Владимирович на этом мероприятии нашем уже был в прошлом году, поэтому вас еще раз, естественно, приглашаем. Наша площадка набирает обороты. То, что мы третий раз собираемся при поддержке правительства России, лично Владимира Владимировича Путина. Эта площадка, она перспективная. У нас есть наработки для продвижения продукции малых предприятий российских на внешние рынки. Относительно сегодняшнего мероприятия, хочу сказать, что мы активно включились в реализацию целевой модели поддержки малого и среднего предпринимательства. В ней для всех регионов понятен свой стандарт. В общем-то, Сергей Владимирович детально рассказал, какие это факторы, 10 факторов. Есть еще один фактор, 11-й, который скрыт. Это страх за то, что будет с регионами, если кто-то не исполнит те факторы мероприятия, которые содержатся по каждым показателям внутри них. Всего 46 показателей. На сегодняшний день у нас в республике относительно показателей выполнено 28 полностью. Но целевое достижение, именно достижение целевых значений внутри этих факторов составляет 75% на сегодняшний день. Понятно, внутри есть те показатели, по которым у регионов была уже достаточно высокая база, где нам по каким-то направлениям не приходилось прилагать усилия, потому что мы в предыдущие годы провели системную ежедневную работу над достижением этих показателей. Например, показатель, касающийся принятия муниципальных программ поддержки предпринимательства. У нас в регионе с 2010 года системно мы начали распределять объёмы государственной поддержки, федеральные субсидии, региональные субсидии через муниципальное образование. Большую часть мы стали распределять через них. Там у нас основные были два направления. Это поддержка лизинга оборудования, о чём уже Альбина Витальевна говорила, и стартапы. Следующее направление для моногородов у нас сейчас активно идёт – это поддержка социального предпринимательства дополнительно к этим двум направлениям. Да, мы пришли к тому, что у нас больше половины всех ресурсов, опять-таки, распределялось через территории. Почему? Потому что бизнес зарегистрирован там, и так нам удалось более равномерно по всей территории довести поддержку до предпринимателей. Равномерно это получилось. Для того, чтобы этот процесс был наиболее объективен на местах, мы настоятельно рекомендовали муниципалитетам, чтобы в составы комиссии были обязательно привлечены представители общественных организаций. Это раз. И второе – представители общественного помощника, уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. Вот эти механизмы открытости и гласности, они, в общем-то, значительно свели к минимуму те возможные нарушения, которые могут, ну и возникают при оказании государственной финансовой поддержки. Еще один фактор, помимо того, что все муниципалитеты обязаны и должны были принять свои муниципальные программы поддержки предпринимательства, мы эти средства предоставляли на условиях софинансирования. И мы дошли до такой точки, когда объем средств, выделяемых местными бюджетами на муниципальную программу, в совокупности превысил объемы финансирования государственной программы за счет регионального бюджета. То есть 100 миллионов мы, регион выделял на всю программу, и 100 миллионов муниципалитеты. Плюс сюда накладывались федеральные средства, которые мы привлекали под эти программы, и, соответственно, у нас значительно до 500 миллионов доходило, когда мы распределяли через муниципальное образование. Естественно, это такой хороший инструмент для развития предпринимательства. То, что я вот здесь услышал, Альбина Витальевна говорила, что есть рейтинг муниципальных образований, составлен тоже в Нижегородской области. У нас, в общем-то, тоже этот рейтинг мы внедрили, еще с 2015 года разработали. У нас, правда, внутри показателей поменьше. Мы взяли прямые 10 показателей от оси, которые непосредственно от муниципалитетов зависят, их транслировали, и 8 показателей разработали сами. Нам бы, конечно, тут очень хотелось посмотреть наименование ваших показателей, вот этих 53, что мы еще можем транслировать на муниципальное образование. И здесь, конечно, увязать в дальнейшем, у нас такая есть задача внутренняя, пока не реализовали, это объемы предоставления государственной поддержки муниципалитетам с показателями рейтинга муниципальных образований по достижению показателей. Это такой будет инструмент, выравнивающий, чтобы был и кнут, с одной стороны, и с другой стороны, и пряник для муниципальных образований. В целом, по целевой модели у нас для реализации инфраструктурной поддержки достаточно широкая сеть развита. У нас осуществляют действия и Центра поддержки предпринимательства, и Центра инновации социальной сферы. Это мы последние годы создали. Микрокредитные компании у нас отдельные существуют, правда, никак здесь, в Нижегородской области. Гарантийный фонд у нас отдельно существует. Из того, что, наверное, не было озвучено, у нас есть еще такой инструмент, как фонд поддержки инвест-инициатив. Мы его заточили под линейку, наверное, самых-самых малышей и начинающих. Они, по сути, предоставляют микрозаймы от 100 до 500 тысяч рублей. Но, в общем-то, самое интересное, что это на территориях, в муниципалитетах очень востребованный инструмент оказался. Выдаемы всего там сейчас под 6% у нас ставочка составляет. Естественно, там не хватает средств. Будем думать, как дальше делать наполнение эти инструменты. И еще один инструмент у нас есть. Это создан лизинговый фонд. Он у нас, в общем-то, тоже почти 10 лет уже функционирует в республике. Мы предоставляем оборудование на условиях лизинга от 500 до 5 миллионов рублей. Покупаем тоже очень востребованный инструмент. И нам, понятно, не хватает оборотки, потому что этот инструмент с федерального центра не софинансируется. Здесь мы над этим направлением будем продолжать работу. Но, как здесь уже было сказано, Альбина Витальевна говорила, что планируете принять участие в федеральном конкурсе корпорации МСП на следующий год. Это большая региональная лизинговая компания с капитализацией 2 миллиарда рублей. Республика Татарстан первый этап конкурса уже выиграли. Я хочу сказать, что мы на это направление сейчас вплотную налегли, нашли средства. Сейчас уже закон о внесении изменений в бюджет 500 миллионов рублей у нас в сентябре будет принят. Мы до 2 октября хотим заявиться. Здесь, конечно, я хочу сказать, что немножко поделиться тем, что надо формировать, помимо средств, надо заранее формировать заявки от предпринимателей. И заниматься этим процессом надо уже сейчас, если хотите, гарантированно. Потому что там очень щепительный подход с точки зрения формирования реестров потенциальных потребителей этой лизинговой поддержки. Потому что предприниматели будут рассматриваться в первую очередь те, кто является поставщиками крупных компаний, включенных определенных в федеральный перечень, либо определенных в региональный перечень. И тот инструмент, конечно, который на федеральном уровне сейчас предложен, это заявки по лизинговому оборудованию от 5 миллионов до 200 миллионов. Я хочу сказать, что очень сложно на территории найти таких предпринимателей, которые с таким объемом изначально готовы заявляться. Здесь, конечно, Сергей Владимирович может быть через вас попробовать довести, чтобы вот эту планочку все-таки снизили, входной билет от 1 до 2 миллионов. Потому что по территориям, когда мы начали собирать заявки с территорий, с муниципалитетов, там вообще такой потребности нет. В некоторых местах от таких денег даже не снятся людям просто. Поэтому здесь отдельная, конечно, история. И еще один момент тоже, Сергей Владимирович, опять-таки. Изначально при создании этой сети региональных лизиновых компаний была мечта их сделать в каждом федеральном округе и более-менее равномерно расположить по территории. Вот здесь при прочих равных факторах, допустим, на следующий год заявляется Нижегородская область и заявляется там Дальневосточный округ, либо Уральский федеральный округ. Даже одинаковые будут заявки, здесь может политическая сторона сыграть, и заявка уйдет туда, с региональной лизинговой. За счет того, что у нас Татарстан уже нас всех опередил. Поэтому на это я тоже прошу обратить внимание. В целевой модели мы столкнулись, так скажем, с существенными проблемами. Это по выполнению показателей, по количеству консультаций и по семинарам. Потому что очень такая существенная планка была поставлена изначально. Мы должны были проконсультировать не менее 5% от всех предпринимателей, действующих на территории региона. Если у нас на сегодняшний день их почти 140 тысяч, мы должны были 6,5 тысяч провести консультации, семинаров, причем с подтверждающими документами и так далее. Но я хочу сказать, что мы эту планку выполнили. Что нам удалось, почему мы смогли эти консультации выполнить? Мы в этом году активно приняли участие в федеральном конкурсе. В общем-то мы по максимуму, все, что было возможно, мы заявили на Центр поддержки предпринимательства. 30 миллионов рублей мы привлекли. Федеральные субсидии своих у нас 6. Центр инноваций социальной сферы у нас 5 миллионов дополнительно. И за счет этих средств мы смогли эти показатели выполнить. По семинарам сейчас у нас и по образовательным программам отобрано через Центр поддержки предпринимательства более 20 организаций различных консалтингов, которые в течение сейчас масштабного сентября, октября, ноября все эти семинары проведут. Тут я тоже слышал, были вопросы по нормативу отчислений. У нас по целевой модели написано, что 100% начисления от налогов остается в муниципалитетах. Но на самом деле как у нас подошли? Вот 63 муниципальных образования у нас на территории всего, 54 из них сельские муниципальные образования. Вот для всех 54 сельских муниципальных образований норматив отчислений у нас составляет 100%, чтобы у них налоги оставались. По городским округам ситуация другая, там остались 10%. То есть мы подошли в этом поддифференцированно. Но в целом для того, чтобы предприниматели поддержать население, там и местные администрации подошли таким методом. Уже как обсуждалось, есть проблемы со снижением УСИЭН. Здесь практически наши переговоры с региональным министерством финансов республики приходят тоже в тупик. У нас проектный офис создан по целевой модели. Они приходят и говорят, мы снижать не будем. У нас два показателя нулевые. Это с 6 до 1 по УСИЭН и с 15 до 5 у кого доходы минус расходы базы. Хотя мы уже даже через коррекционный совет по предпринимательству у главы дали опять сейчас поручение, чтобы они проанализировали, подумали, как это сделать. У нас по структуре формируют по УСИЭН отчисления. Получается около 6-6,5 миллиардов это дает в консолидированном бюджете республики или 4,5% от общих поступлений. Ну и тут, естественно, получается, что где-то 1% пункт снижения дает 1 миллиард выпадающих доходов из бюджета. Но есть же другая логика, это тоже подойти, это не выпадающие доходы, это когда мы предоставляем этот 1%, это инвестиции в будущее. Но вся проблема в том, как посчитать, что вот это инвестиции, что тот миллиард, который 1% мы снизили, что потом этот малый бизнес внесет вклад и даст прирост по налогам в итоге 25% через год, пусть через 2. Вот это посчитать просто мы экономически не можем, поэтому здесь опять-таки упирается в то, что давайте либо мы политически это снизим, чтобы все-таки посмотрим, дадим подышать малому бизнесу, и посмотрим, все-таки будет или нет. Но аргументов в части расчетов привести пока не получилось. А Минфину это надо знать. Потом есть некое противоречие. Почему? Потому что есть основные направления бюджетной политики Российской Федерации, тоже утверждены законом федеральным. Там говорится, что сократить предоставление различных бюджетных льгот, преференций и так далее, наложить мораторий. А с другой стороны, в нашей дорожной карте здесь дают же задания, уже распоряжением только правительства России о том, что мы должны по УСНу снизить и по УСНу эти ставки снизить и по НВД. По положим указаниям, я прошу прощения, что добавлю просто, что про инвентаризацию льгот провести в регионах, и те, которые не дают отдачи, вообще наоборот сокращать. И поэтому, конечно, Минфин тоже можно понять с этой точки зрения, и у них есть целая серия писем по этому поводу прямых указаний. Этого не делать, поэтому тут вопрос есть. Да, вот я предлагаю просто, чтобы сейчас завершить, просто если есть какие-то вопросы, пообщаться в таком режиме, вопрос-ответ, потому что это можно до бесконечности говорить. Спасибо. Мне хотелось бы все-таки еще, у нас есть два человека, которые у нас докладывают и приехали сюда для этого. Елизавета Евгеньевна Нечеевская – это Саратовская область, начальник отдела поиска и привлечения инвесторов, комитета инвестиционной политики. Но зная активную деятельность Елизаветы Евгеньевны, я хотел бы сказать, что не только отдела поиска и привлечения, но еще и удержания и развития инвесторов. Ваше короткое сообщение об организации работы по внедрению целевых моделей. Спасибо, Сергей Владимирович. Добрый день, коллеги. Прежде всего хочу поблагодарить за возможность обсудить столь наболевшую тему для многих регионов – это внедрение целевых моделей. И целевая модель по развитию МСП, конечно же, является в большинстве случаев приоритетной. Прежде всего отмечу, как у нас организовано в целом внедрение целевых моделей в регионе. В целом внедрение целевых моделей. Самым главным человеком, ответственным за внедрение всех целевых моделей, у нас является министр области, председатель комитета инвестиционной политики и имущественных отношений. То есть на нем висит такой огромный груз по реализации этой задачи. У нас выстроена горизонтальная система. Мы по каждой целевой модели создали рабочую группу, куда вошли в обязательном условии. Это члены экспертной группы, которые курируют мониторинг, ведут мониторинг целевой модели. Это общественный представитель ОСИ. И те организации заинтересованные, ради которых эти модели им создавались. Зачастую проходят у нас рабочие группы раз в неделю по каждой целевой модели. Спорные жаркие дебаты очень часто, потому что сложности возникают во всех целевых моделях, не только в модели МСП. После принятия определенных решений у нас вводится в систему региона ID-данные. И мы для себя обозначили, что после ввода данных ответственными лицами у нас идет еще дополнительная проверка со стороны как раз комитета инвестиционной политики. Вся информация проверяется, даются корректировки, и только потом ответственный исполнитель завершает ввод данных. То есть такая как бы с одной стороны двойная система проверки идет. И члены экспертной группы, которые в дальнейшем будут осуществлять мониторинг, они видят весь этот процесс, у них получается намного меньше вопросов, намного меньше комментариев, и мы устраняем такие шероховатости уже в процессе подготовки информационных материалов. То, что касается целевой модели по МСП, аналогичные проблемные показатели, как и у наших коллег Нижнего Новгорода и Республики Башкортостан, это то, что касается норматива отчислений, мы писали по этому поводу федеральную рабочую группу и Светлане Чупшевой. Но у нас также есть еще проблема, вот Сергей Владимирович правильно обозначил, на проблему многих регионов по образовательным мероприятиям. И мы здесь предлагали внести корректировку в части того, чтобы все-таки учитывать мероприятия, не только те, в которых даются сертификаты, дипломы, то есть именно подтверждающие документы. У нас в регионе организован новый проект, называется он «Лекториум». Это еженедельно, на бесплатной основе, в свободной площадке, это «Кофе-фри» у нас, организуются абсолютно бесплатные мероприятия со спикерами, направленные как раз на повышение образовательного уровня, на развитие человеческого капитала. И в рамках этого мероприятия не даются никакие документы, но на самом деле участников огромное количество, все счастливы и довольны, что проводится такое мероприятие на бесплатной основе, потому что многие спикеры имеют высокие степени, и попасть к ним достаточно сложно. Это такая доступность определенная. Поэтому ждем таких изменений, корректировок все-таки в целевую модель, и надеемся, что нас услышат все-таки в этой части. И использование патентной системы, мы тоже не можем достигнуть данных показателей. К сожалению, не получается пока заставить предпринимателей принимать эту систему, это все-таки их право, а не обязанность. Работы ведутся, мы также обращались с просьбой все-таки снизить. Снижение произошло до 5% целево показательно. Все-таки для нашего региона, например, это недостаточно, и все-таки в целом по России 6%, в целом, то есть все-таки нужно здесь посмотреть, может быть, даже дифференцированно по регионам подойти, потому что сравнить объем Москвы, Санкт-Петербурга и нашей Саратовской области достаточно сложно. То есть, да, такой, здесь нужно еще немножко все-таки поработать, но думаю, это уже, наверное, на будущее будет. Вот, ну, все, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам за динамику. 20 с лишним пунктов вверх в рейтинге национальном Саратовская область. Это серьезная очень динамика вообще, ну, просто молодцы. Взяли себе организацию работы, действительно поставлены там на очень высоком уровне. Мы не спали ночами. Ну, это стоило того. И у нас еще есть докладчик. Это Чувашская республика, регион номер 2 в национальном рейтинге. Иванов Евгений Петрович, главный инспециалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел. Пожалуйста, организация модели МСП. Да, спасибо, Сергей Владимирович. Очень приятно, что пригласили наш регион. Действительно, на питерском форуме озвучили второе место в национальном рейтинге за Татарстаном. Татарстан, к сожалению, сюда не приехал. Хотелось бы у них тоже перенять опыт. У нас выполнение целевой модели составляет свыше 60%. Единственная проблема – это то, что из 10 целевых показателей они состоят из подпоказателей. И, соответственно, общее выполнение целевой модели – 10%. То есть понимаете, в каждом показателе у нас есть невыполнение. То есть проблемные пункты. Ну, какие-то все-таки мы планируем до конца 2017 года достигнуть. Например, сейчас у нас есть заявка на поручительство. То есть у нас со гарантией пойдет гарантийный фонд 48 миллионов рублей и корпорация МСП на сумму 102 миллиона. То есть у нас при выдаче, то есть одобрении этой сделкой, целевой показатель составит сразу 30%. Какие еще проблемы? У нас еще проблема дополнения перечней именно городских и сельских поселений. Проблема в чем? Во многих сельских поселениях нет имущества муниципального. Есть там клуб какой-нибудь, и то желает лучшего качества. Поэтому работа, конечно, ведется, пригодна для использования по назначению, ищется, но все равно у нас сейчас составляет показатель 14,29, при требуемых 25. Количество тренингов. Очень поздно прошли обучение. Только в июле у нас бизнес-тренер по программам корпорации МСП, это азбука предпринимателей, школа предпринимательства. На сегодня мы провели два, планируем шесть до конца года еще провести. Несмотря на то, что вот эти тренинги проводятся, у нас ежегодно в каждом муниципальном образовании проводится день малого предпринимательства. То есть туда выезжает министерство, налоговые органы. То есть вот такие образовательные программы мы проводим ежегодно в каждом муниципальном районе. Собираем предпринимателей. Но это, к сожалению, зачет не идет. Да, да. Ну по закупкам говорили, сейчас снизили порог. Теперь 500 миллионов. Надеемся тоже до конца года этот план выполнить. У нас два предприятия тоже. Водоканал, Чуваш, Хлеб и Продукт попали. Что еще? Проблема по доле уникальных субъектов, зарегистрированных на сайте, так называемый бизнес-навигатор. Проблема в чем? Очень многие предприниматели просто не желают терять свое время, регистрироваться. Иногда мы даже прям селом сами место не заполняем. Но в любом случае у нас этот показатель очень пока низок, составляет меньше 1%. То есть 4,5, конечно, будем стараться, не знаю как. В общем, тоже постараемся выполнить. Да, да, то есть они не дозрели еще до этого. Ну про норматив отчисления говорили. Та же самая проблема. Тоже Минфин ни в какую не хочет. Хочу поделиться немного лучшими практиками по инфраструктуре поддержки. Создан у нас центр прототипирования инновационных разработок в области мышоностроения. Это один из первых центров подобного профиля в России был создан. С 2011 по 2014 год его создания было направлено 6,6 миллионов рублей республиканского бюджета Чувашской республики. И привлечено 26,4 миллионов рублей федерального бюджета. На эти средства приобретены высокотехнологическое оборудование, что позволило оказывать субъектам малого и среднего предпринимательства, прежде всего инновационным компаниям, комплекс услуг по схеме проектирования, подготовка производства, опытное производство, в том числе услуг промышленного дизайна и конструкторской технологической проработки на всех этапах разработки и производства технологической продукции. С каждым годом расширяется клиентская база малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, занимающихся инновационной деятельностью. Так, в 2016 году 40 организаций и малых и средних предпринимателей получили поддержку Центра прототипирования инновационных разработок. Кроме того, в Чувашской республике большое внимание уделяется технологическому воспитанию подрастающих поколений. В целях вовлечения детей и молодых граждан научно-технической творчества в Чувашской республике созданы успешно функционируют четыре центра молодежного инновационного творчества, которые реализуют различные программы обучения, в том числе для младших школьников в области 3D-моделирования, 3D-печати, изготовления прототипов, технологий цифрового производства. Также с конца 2015 года нашим профиным Министерством экономического развития проводится работа по реализации на территории республики пилотного проекта «Новая модель системы дополнительного образования детей» «Детский технопарк». Чувашская республика включена в перечень пилотных регионов по реализации данного проекта. Проект создания детского технопарка Чувашской республики одержал победу в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставлении субсидий с федерального бюджета на создание детского технопарка в прошлом году. В рамках данного проекта сформирована и реализована комплексная модель научно-образовательной и творческой среды для обучающихся. Обучение предполагается организовать в рамках нескольких специализированных программ дополнительного образования, естественно, научной и технической направленности, такие как Аэроквантум, Роботоквантум, Энерджиквантум, Наноквантум, Биоквантум и Айтиквантум. Для каждой разработаны учебные программы и требования к техническому оснащению. В 2019 году публичные мероприятия детского технопарка планируются охватить более 5000 обучающихся. Есть у нас также в 2015 году открылся Центр сертификации стандартизации испытаний Чувашской Республики. Запущена лаборатория для испытаний на электромагнитную совместимость. Представляет собой современную научно-организационную структуру, состоящую из лабораторий, обеспечивая их режим коллективного пользования с дорогостоящим научно-технологическим оборудованием. Так, наверное, вкратце все. Если какие-то будут вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, спасибо всем вам за доклады, за выступление. Понятно, что у нас сжатый график не позволяет сказать все, что хотелось бы. За каждым из выступающих спикеров стоит огромный опыт практики, действительно лучшей практики. Но мне хотелось бы два вещи сказать, две. Первая тема. То, что, вот слушая вас, я понимал, что в некоторых показателях данной модели все-таки мы до сих пор хотим причинить людям добро. То есть, как бы люди бы не очень бы хотели, например, вот паттон какой-то оформлять, да, или бизнес-инкубатор, наверное, все летом отходить. Но мы вот, у нас есть KPI заставить этого человека туда войти. И мы, причиняя добро, вот туда насильно, значит, все занимаемся этой темой. Наверное, это не очень правильно. Все-таки это действительно, вот, Елизавета, мне понравилась ваша реплика, что это право людей, а не их обязанность. И вот здесь, конечно, хотелось бы от вас получить, может быть, какую-то обратную связь. Давайте мы ее обобщим и вот направим, что давайте не будем заставлять людей, а все-таки дадим право выбирать. То есть, наше задача сделать качественный продукт, чтобы люди сами туда вступили, а не мы их туда загнали из-под палки. Это, наверное, точно не методики работы будущего, сто процентов. Это первый вывод. Ну и второй вывод, то, чтобы дискуссия эта продолжилась, к сожалению, здесь сейчас в Куполе будет следующее мероприятие. У нас есть в Нижнем Новгороде хорошая традиция. Все значимые сделки купцы нижегородские заключали на нижегородской ярмарке за чашкой чая. Поэтому вот здесь вот я предлагаю, вот дискуссионную нашу часть, перенести вот на нашу прекрасную площадь, сегодня очень хорошая погода, попить чаю, пообщаться, обменяться опытом, контактами. И обменяться лучшими практиками. Ну что, тогда завершаем наше мероприятие. Всем вам спасибо за внимание, за участие. До следующей встречи.